Всем привет! Меня зовут Таша и вы на канале Вкусный Уголок. Сегодня будет пасхальное меню. Готовим простые и вкусные блюда для своей семьи и гостей. Начнем с закусок. Первый рецепт это маринованные грибы. Я взяла шампиньоны. У меня здесь 750 грамм. И как видите, они такие довольно-таки мелкие, поэтому я их оставлю целые. Если у вас более крупные грибы, то их можно разрезать пополам, либо на 4 части. Грибы я уже вымыла. Теперь выкладываю их в кастрюлю. Теперь добавляю к ним 1,5 ч.л. соли, 3 ч.л. сахара, 100 мл растительного масла без запаха, 70 мл 9% уксуса, и также 2 лавровых листика и перец горошком примерно штук 15. И как видите, здесь у меня еще есть чеснок 8 зубчиков. Я его пропускаю через чесночницу. Все, никакой дополнительной жидкости добавлять не нужно. Грибы пустят сок и будет достаточно много жидкости. Вы сами все увидите. Теперь эту кастрюлю ставлю на огонь и довожу до кипения. И как только у вас все хорошо и равномерно закипело, делаем маленький огонь, чтобы кипело потихоньку. Накрываем крышкой и варим ровно 3 минуты. Все, у меня уже время прошло. Я выключила огонь и теперь под крышкой оставляю грибочки полностью остыть. После остывания грибы перекладываем в удобную емкость и ставим в холодильник минимум на 2 часа. К столу такие грибочки подаются без жидкости и сверху я еще присыпаю зеленым луком. Дальше хочу сделать закусочный торт с селедкой. Для него мне потребуется 250 грамм черного хлеба. Хлеб должен быть вчерашний. У меня сегодня бородинский, но в принципе можно взять любой. Я его сейчас опускаю в измельчитель и сделаю крошку. Вот примерно вот так у вас должно получиться. Теперь сюда, к этой крошке, я добавляю 120 грамм сливочного масла. Его нужно растопить и немножко охладить. И перемешиваем, делая крошку мокрую. После этого беру блюдо, на котором будет торт. Сверху ставлю кольцо от разъемной формы 22 сантиметра в диаметре. И облаживаю вот такими полосками, которые я сделала из обычной канцелярской папки. Теперь выкладываю в середину всю вот эту мокрую крошку. И равномерно распределяю и утрамбовываю. Все, основа для тортика готова. И пока откладываю ее в сторону. Беру 10 грамм желатина. На упаковке у меня написано, что эти 10 грамм рассчитаны на пол-литра жидкости. Вы же смотрите свою инструкцию. Добавляю 100 миллилитров холодной кипяченой воды. Перемешиваю. И пока отставляю в сторонку напухнуть. Готовлю основную часть. Для нее у меня есть 350 грамм 15% сметаны. Выкладываю в емкость. Добавляю 250 грамм сливочного крем-сыра. И немного черного молотого перца. Никакие другие специи я добавлять больше не буду. Все это хорошо перемешиваем. После этого сюда же добавляю половинку красной луковицы мелко порезанную. 300 грамм мелко порезанной селедки. Небольшой пучок мелко порезанного укропа. И 100 граммовую баночку тресковой икры. Все это хорошо перемешиваем. Возвращаемся к желатину. Он у меня уже набух. И теперь его нужно растопить. Сделать это можно на водяной бане. Либо в микроволновке, как это буду делать я. Мощность 450 ватт. И каждые секунд 10 я буду доставать и перемешивать. Желатин у вас должен стать полностью жидким. Но ни в коем случае не закипеть. Теперь я добавляю сюда в эту массу его. И быстро перемешиваю. Ну и уже после этого можно выливать все на подготовленную основу. Все. Ставим в холодильник до полного застывания. Это примерно 5-6 часов. У меня уже время прошло. Я достала из холодильника. Снимаю форму. Также убираю вот эти полоски. Ну а дальше уже украшаем по желанию. Я буду использовать дольки лимона и маслины. Вот такая красота получится и у вас. Торт необычный. И я уверена он удивит всех ваших гостей. Третьим рецептом будет рулет из лаваша. Для него потребуется 150 грамм сыра. И его нужно натереть на средней терке. Также на терке нужно потереть 150 грамм вкусной колбасы. У меня сегодня вот такая сырокопченая. И последний продукт это отварная морковка. У меня 3 вот такие средние. И я их сейчас тоже тру на терке. Сюда же к морковке добавляю 2 зубчика чеснока через чесночницу. Совсем немного соли. Немного черного молотого перца. И майонез. Примерно 2 чайные ложки. Все это хорошо перемешиваю. После этого беру лист лаваша. Всего потребуется 3 штуки. Смазываю немножко майонезом. И равномерно распределяю колбасу. Затем беру второй лист лаваша. Накрываю сверху. И выкладываю слой морковки. После этого третий лаваш. Немножко смазываем его майонезом. И выкладываем сыр. И теперь уже аккуратненько, стараясь так поплотнее, заворачиваем это все в рулет. Вот примерно вот так у вас должно получиться. Дальше я беру пищевую пленку. И заворачиваю получившийся рулет. Все, ставим в холодильник. И забываем про него на пару часов. Такой рулет у меня обычно в холодильнике проводят целую ночь. Но режу я его уже непосредственно перед подачей на стол. Видите, как он красиво выглядит? Я сейчас сниму вот эту пленку и порежу дальше. И вот так вот выглядит кусочек. Ширина примерно где-то около 1 см. Такая закуска просто готовится, но в то же время она эффектно смотрится на столе и очень вкусная. Следующее, четвертое блюдо, это куриные отбивные. Я взяла 2 грудки, вымыла их и теперь порежу на кусочки. После этого каждый кусочек нужно отбить и присыпаем солью и перцем. У меня уже все подготовлено. Также мне еще потребуется немного муки, примерно грамм 100-150. И вот здесь в тарелке у меня 3 яйца, столовая ложка воды, чуть соли и черный перец. Сейчас это все хорошенько перемешиваю. Если яиц мне окажется мало, то я потом добавлю еще одно. Теперь я беру кусочек мяса, обмакиваю сначала в муку, потом в яйцо и выкладываю на сковородку с растительным маслом. Жарятся такие отбивные на небольшом огне с двух сторон до готовности. Таким образом нужно пережарить все. Такие отбивные получаются очень вкусные и они понравятся всем. Пятое блюдо это салат. Он будет очень легкий. Для него я взяла листовую зелень, выкладываю на блюдо. Сверху выкладываю половинку помидоров черри. Затем один огурец, порезанный кубиком. Совсем немного порезанной феты. Маслины без косточки полбанки. И немного порезанного зеленого лука. Вот такой красивый салат уже получается. И еще к нему нужна заправка. Я взяла 4 столовые ложки растительного масла, 2 зубчика чеснока, столовую ложку лимонного сока, немножко соли, немножко перца и щепотку сухого орегано. Все это теперь перемешиваю. И поливаю сверху на салат. Такой салат получается очень яркий, весенний и всем придется по вкусу. Теперь готовлю горячее. У меня есть вот такой красивый кусочек свиной шеи. Здесь 1,2 кг. Я уже хорошенько мясо вымыла. И сейчас порежу кусочками. Сильно крупно не режьте. Вот примерно вот так должно получаться. Видите? Теперь сюда, к этому мясу, я добавляю 1 репчатую луковицу, порезанную полукольцами. Также порезанную картошку. У меня был 1 кг. Я почистила и тоже вот так некрупно порезала. Также мне захотелось добавить чернослив. У меня здесь 200 г. Я его просто помыла и бросаю. Ну и конечно же специи. Берите те, которые любите, либо которые у вас есть. У меня сегодня 2 чайные ложки готовой приправы для мяса, 1 чайная ложка приправы хмели-сунели, пол чайной ложки молотой паприки, полторы чайные ложки соли и 3 столовые ложки соевого соуса. Все это хорошенько перемешиваем. После этого беру форму, смазывать ее ничем не буду и выкладываю вот это все. Если у вас форма с крышкой, то просто накрываем крышкой. У меня крышки нету, поэтому я накрываю фольгой. Все, ставлю в заранее разогретую духовку до 190 градусов, часа на полтора, минут за 20 до окончания приготовления вот эту фольгу я сниму, чтобы верх немножко подрумянился. Вот такое вкусное, ароматное блюдо получится и у вас. Перекладывать на блюдо я не буду, подам прямо в этой форме. Ну и наконец, 2 последних блюда на сегодня. Здесь все просто. Здесь у меня нарезка колбасы и сыра и бутерброды с красной икрой. Тут тоже снимать нечего, просто хлеб, масло и икра. Вот такие замечательные блюда я сегодня приготовила. Уверена, что вы обязательно найдете для себя что-нибудь вкусное. Так что обязательно готовьте, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, потому что впереди еще очень много вкусного. Спасибо. Спасибо.